Хотя, наверняка они будут просто чё-то там мудрить руками, крутить-вертеть. Воу, вы только что это видели, как официантка сквозь стены ушла. Видать, может она уволилась? Нифига себе, она вернулась! О боже ж ты мой, вот это страх! Капец ты какая стрёмная, сквозь стенки ходишь, а? По-моему, она тормоз забыла, где у неё. А нет, вот встала. Микст, 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 он там! Быстрее туда! Всем привет! Мы продолжаем играть в ресторан Тайкон, и сегодня мы займёмся... Не-не-не-не-не, не террасой, ребят. Спасибо вам, что вы мне написали в комментариях, что теперь появилась терраса, она стоит 400 и 1600, по-моему, там долларов. Но террасой мы займёмся в следующем видео. А сегодня я буду получать 5 звёзд для своего ресторана, потому что это самая лучшая награда для меня, и в целом для ресторана. Это показатель того, что ресторан самый лучший в округе. Так что попёрли! В первую очередь нам необходимо разместить ещё одну палатку с выпивкой, куда бы её только воткнуть в моём-то. Уже и до того, в забитом моём ресторане, я даже не представляю. Вот мне кажется, что здесь самое то место. Хммм, я думаю, что мы сделаем сейчас здесь небольшую перестановочку, и всё это дело будет выглядеть следующим образом. И я кого-то увидел, что там вроде кто-то подглядывал, вы посмотрите. Я вижу там... Эй! Да, он подглядывал! Ха! Чего он хотел здесь высмотреть, непонятно. Ну а мы убираем все эти столики, пока на них никто не сел. Блин, ну ребята, я только что хотел убрать столик и... Начать перестановку, а вы ещё захотели поесть. Ну ладно, подождём. Как здесь просторно-то стало, ребята. Может, вообще убрать эти столики для твоих? Хотя нет, очень много посетителей, которые приходят вдвоём. Поэтому мы их лучше оставим. А вот эту вот урну я думаю убрать. Я её вообще продам. Она здесь не к месту, и она только мешается. Ну что, ребят, вы наелись? Оставляйте чивы. Ого, вот так. Всё идёт по плану. Теперь... Теперь... Нам необходимо убрать одного... Даже двух барист. Я думаю, что это вот этот вот барист. Этот барист не убирается, пока он не сделает кофе или что он там делает. Так, вроде забрали. Всё, отлично. А теперь можно снести. Ну, не снести, а убрать их. Кладовочку. Вот так. И всё это дело теперь расставляем вот сюда. И палаточка тоже сюда вписывается. Отлично. Только немножечко сейчас правее это дело всё сместим. Я всё думал, куда же мне разместить аквариум. И, по-моему, здесь вот самое ему место. При входе. Вы заходите, и вас здесь встречают. Тут деревья, а здесь рыбки. Очень круто. И сразу же заворачиваете здесь столик. Тем самым мы этим аквариумом преграждаем выход, вход. И посетителям здесь немножечко становится уютнее. Такой дизайнерский ход у меня получился. То есть, ну, прикиньте вы, вы тут вот сидите, кушаете, а тут вот вход, и там люди всякие ходят. Ну, блин, как-то не прикольно. А тут хотя бы аквариум прикрывает место это. Теперь, теперь я хочу поставить гриль. Гриль, где ж ты, гриль мой? Вот он, гриль. Два места, я думаю, что мы его воткнём вот сюда. Как раз, как раз хватило. Также, где вот эта китайская-японская штука? Где она у нас? Как бы нам её разместить? Как бы нам её разместить-то? Вот так. Вот так. Ну, я думаю, что пойдёт. Пойдёт. Единственное, я не знаю, как туда будет заходить чувак, шеф-повар. Вообще без понятия. А может мы её сделаем по-другому немного, а, ребята? В общем, я решил её поставить вот сюда. Вот таким вот макаром. Здесь будет столик, сюда будут всё выкладывать. И официанты будут спокойно здесь подходить, собирать. И, в принципе, должно быть всё комфортно и удобно. Посмотрим, что у нас там по рейтингу. Пятёра. Пятёня. Пятюня. Рейтинг пятюня, ребята. Офигенно. Офигеннышка. Офигенночка. Офигенно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ха-ха-ха. Так. Теперь мне нужно... Мне нужно расставить моих барист. Где мои баристы? Так, один сюда. Другой сюда. И нужно ещё нанять бариста. Одного. В эту палатку, я думаю, поставим девочку. Фух, ребята. У меня почему-то заглючила игра. Мне пришлось перезайти. И тогда я смог разместить обратно своего шеф-повара. И поставить вот эту вот баристу, замечательную блондиночку. Я надеюсь, что она будет крутые коктейли делать. Ну, или что она там будет делать. Мы сейчас это скоро узнаем. А также я думаю, что нам необходимо шеф-повара поставить вот сюда на барбекю. И вот сюда. Давайте это сделаем. Так, шеф-повар. Шеф-повар. Единственное, я не знаю. Давайте попробуем китайского поставить вот сюда. Есть, китайский стоит. Они уже... Мне кажется, что вот эта вот плита, вот эта вот плита, она заменяет вот этого. То есть, по идее, это одно и то же. Просто это какая-то, ну, прикольная. Выглядит интересно. Так, и ещё давайте сюда. Ещё одного шефа японского. Я так полагаю, что... Да! Вот! Вот! Всё-таки у нас японско-китайский ресторан. Так что вот... Поэтому у нас здесь бок о бок будут трудиться китайский и японский шеф-повар. Ну, а за стол... За стол я думаю, что здесь никого не надо. Ну, давайте попробуем ещё одного шеф-повара вот за этот столик поставить. Давайте его возьмём, ну, итальянского. Итальянец у нас есть. Нет, за столик нельзя. Ну, тогда ты уволен. А, блин! Зачем я его уволил? Зачем я его уволил? У меня же здесь есть ещё барбекю. Так, шеф. Итальянец. Интересно, встанет он сюда или нет? Да! Он сюда встал. Он сюда встал. Будет ко всем попой. Ладно, пускай будет ко всем попой. Интересно, и когда же вы начнёте готовить? А ещё я очень хочу посмотреть, что за коктейли будет делать девочка. Ждёмс. В плане расстановки мы уже всё сделали. Ну, за исключением диджейского пульта. Я, честно, не знаю, куда его даже воткнуть. Потому что, ну, место тут просто вообще битком всё. Так, вы посмотрите, девочка начала делать коктейль. Сейчас соберём денежку и посмотрим, что же она такое. Кола! Здесь у нас прохладительные напитки, всякие спрайт, кола, фанта и прочая всякая штука. Понятно. Понятно, почему теперь такая палатка с детской. Лимонад. Ну, всё ясно. Можно было её поставить рядышком с милкшейком. Но так как места здесь у нас нету, она будет стоять у нас вместе с горячительными напитками и всякой такой штукой. Мне осталось ещё посмотреть, как работают наши новые повара, которых мы недавно наняли. Это китайский, японский и итальянский. То есть, вот за этим аппаратом, как они работают, очень хочется посмотреть. Хотя, наверняка они будут просто что-то там мудрить руками, крутить, вертеть. Воу, вы только что это видели. Как официантка сквозь стены ушла. Видать, может она уволилась? Нифига себе. Она вернулась! О боже ж ты мой, вот это страх! Капец ты какая стрёмная, сквозь стенки ходишь, а? По-моему, она тормоз забыла, где у неё. А нет, вот встала. Встала. И то как-то тоже посреди стенки. Девушка, не ломайте, пожалуйста, мне тут стенки. Ух ты, какие блондиночки пришли, вы посмотрите. Куда они сядут, интересно. Кстати, таких блондинок я раньше не видел. Или, может, я просто не обращал внимания. Так. Просто горячий шоколад захотел заказать. О, наконец-то он начал готовить! Наконец-то, давай-давай-давай. Что-то сготовишь, что-то сготовишь. У тебя тут даже вон, смотри. Что он сготовил? Официанты, вы что унесли? Блин, ну, по-моему, это одно из стандартных блюд. Знаете что? Мне кажется, вот этот вот шеф-повар не будет готовить, потому что он к стенке стоит. До него просто не дотянуться будет официантом. Надо бы его как-то переставить. В общем, ребята, я всё расставил. Вот таким вот образом у меня всё это получилось. Столик я решил убрать, потому что он не нужен. Он попросту не нужен, потому что шеф-повара на него ничего не ставят. Они ставят на свои столики, где они готовят. Так что было принято решение его попросту убрать, чтобы оно не занимало место. Вот такие вот дела. Ну, а теперь давайте же посмотрим, как наши повара готовят на наших новеньких местах. Да, ребята, такие блюда готовят и на обычных плитах. Я-то думал, здесь будет какая-то другая иная кухня, допустим, которую мы недавно открыли. Например, вот эти три позиции, да, которые мы открыли при помощи наших бриллиантов. Но, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Это обычная, такая вот красивая, элегантная, национальная плита. А вот и работает наша гриль. Наш итальянец готовит на гриле пиццу. Кто-нибудь ел когда-нибудь на гриле пиццу? Я никогда. Это, наверное, какая-то новая фишка нашего ресторана. Вот такие вот дела. А эта гриль такая же, только она расположена у нас на столе. И работает она по такому же принципу. То есть здесь у нас стоит японский шеф-повар. И он будет на них готовить все, что необходимо жарить. Только вместо жареного у нас будет на гриле. Те же самые овощи, то же самое мясо, только не обжаренное, а на гриле. Вот такие вот дела, ребята. Ну вот, видео и подошло к концу. Рейтинг мы себе подняли. Мы теперь самые крутые на районе. Но не забываем, что у нас еще осталась терраса. Это будет в следующем видео. Так что оставайтесь на моем канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И до новой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok